Всем доброго времени суток! С вами Таня! Добро пожаловать на мой канал! Это видео для тех, кто хочет купить матовую помаду от NYX, но не знает, как отличить подделку от оригинала. Либо же в вашем городе нет официального корнера NYX, и тут вы находите данную помаду в каком-то магазине обычном, но при этом сомневаетесь, не подделка ли это. Сейчас мы разоблачим подделку, я расскажу, как отличить настоящий NYX от реплики, и вот посмотрим на упаковке. Как вы думаете, какая из этих помад оригинал? Видите? Правая у нас длиннее тюбик. У меня здесь два оттенка. Один из Танбула, другой Антверк. 0,6 и 0,4. Первое, на что мы обращаем внимание, когда хотим выбрать данную помаду, это в плане того, как запаяна помада специальной прозрачной пленкой, чтобы никто ее не вскрыл, если на ней нет пузырей, нет неоднородности прилегания к тюбику, то можем смотреть дальше. Если же такие признаки есть, то стоит отложить помаду и не покупать ее, если вы не хотите, конечно же, взять подделку, а хотите оригинал. Второе, на что мы смотрим, в данном случае есть с чем сравнить. Тюбик с подделкой, он где-то на полсантиметра длиннее, чем оригинал. То есть вот это у меня оригинал, оттенок 0,6 и 0,4, это подделка. Дальше смотрим. Тюбик с оригиналом, он более матовый. И вот этот розовый цвет тюбика, это именно окраска пластика. Тюбик же с подделкой, он прозрачный, вы видите здесь пузырек воздуха, и как бы видно, что он прозрачный. Есть такой вариант, что на подделке не будет вот здесь вес помады указан. Но на нашей подделке вес указан. Дальше смотрим этикетки. Насколько мы видим, вот это более ярко-белое, а это немного желтоватое. То есть на подделке есть такой вариант, что будет немного желтоватое, либо несколько прозрачная наклейка. Смотрим здесь. У подделки цифры более мелкие. Сейчас я таким образом поверну к свету, чтобы вам было понятно, что эта этикетка наклеена неровно, неплотно к поверхности прилегает и как бы лежит такими пузырями. На оригинале же все абсолютно плотно, и наклейка более матовая, нежели у подделки. Видите, прям четко видно. Дальше с задней стороны все выглядит вот так. Если честно, надписи могут быть у подделки какие угодно. Здесь вот все нормально написано, прям USA. Вот видите, точно так же, как и здесь. Вот видите, точно так же, как и здесь USA, но на подделке все написано более крупно. И, как вы видите, за счет того, что тюбик все-таки прозрачный, буквы расплываются, и прочитать что-то достаточно проблематично. А здесь же за счет того, что тюбик сам по себе окрашен в розовый, все очень даже четко читаемо. И, собственно, с обратной стороны, ну, вы видите уже, да, что на подделке этикетка более глянцевая. Также на что мы еще обращаем внимание, если у нас есть возможность протестировать, посмотреть консистенцию и проверить запах. Оригинал у нас должен пахнуть чем-то ванильно-шоколадным. А у подделки же запах либо таких химических фруктов, либо какого-то дешевого парфюма, вот что-то такое. Запомните, оригинал всегда пахнет шоколадом, ну, ванилькой чем-то таким. И сейчас мы посмотрим нанесение. Я наношу оригинал. Видите, он ложится таким сатиновым кремом, который, кстати, впитывается и высыхает на губах не так уж быстро. Должно пройти, ну, минуты 2-3, может быть, 5, чтобы он на губах уселся так, как нужно, и стал действительно матовым, но при этом он не очень стойкий, он так и остается на губах достаточно кремовым и приятным. он губы абсолютно не сушит, и поначалу даже кажется, что он так и останется немного глянцевым. Но на самом деле, когда помада высыхает, то на губах действительно становится идеально матовым, очень красиво лежит. А что мы скажем о реплике? Вот сейчас сразу станет видно, если есть возможность протестировать. Видите, глянец. Опа! Прям глянец. Красивый цвет, конечно. Видите, он ложится такой, как сказать, я бы сказала, как акриловая краска на кожу. Нет, у меня эта помада не вызвала ни аллергии, ничего такого. И для того, чтобы снимать видео, к примеру, она очень даже подойдет. Держится как прибитая, а в стойкости проблем никаких. Но, тем не менее, это реплика. Она сушит губы, губы так как бы немного скукоживаются в изюм, но держится стойко. А цена вопроса. Значит, вот эту я покупала в районе 600 рублей. Я точно не помню, но больше 500 покупала в официальном Корнере NYX. А вот эту же я покупала в обычном магазине. Я прекрасно понимала, что это подделка, но мне захотелось попробовать и сравнить для себя оригинал и реплику. И стоила эта реплика 200 рублей. Но сейчас вот я подожду, пока обе помады усядутся на коже, высохнут. И мы посмотрим, как помада с кожи стирается, как она выглядит в конечном варианте. Ну вот, смотрим. Эта помада лежит как замазка. Видны все поры. То есть губки у нас явно скукожатся. А вот эта же помадка у нас лежит таким сатиновым полотном. Но сатинового блеска уже не имеет. Впиталась в губы. Все жиры, которые присутствуют в помаде, они впитываются в губы. Остается матовость. Но, вот как вы видите, она достаточно легко стирается. Конечно, пигмент на губах остается, но ее достаточно легко размазать. Теперь смотрим это. Ну, это вот любая, условно любая матовая помада с сайта Алиэкспресс имеет тот же самый эффект. Точно так же, как и Лейм Крайм, и Кайли Дженнер, и все, что хотите. Вот любая матовая помада с сайта Алиэкспресс будет вот так у вас на губах лежать и иметь точно такую же стойкость. Смыть достаточно сложно. Какими-то умывалками она точно не смоется. Мицеллярка не всякое подойдет. Подойдет какое-либо масло. Вот. Так что, девочки, надеюсь, я помогла вам отличить оригинал от подделки. И вы теперь определитесь и сможете купить себе то, что вам действительно хочется. Не берусь судить о вредности, например, каких-то веществ, входящих в помаду реплику. Да и если почитать составы, то они все-таки чем-то да отличаются. Но я сомневаюсь, что вы сможете разглядеть что-то на тюбике реплики. Но в любом случае вы можете погуглить и поискать интересующие вас составы, если вдруг заинтересуетесь. Надеюсь, видео вам понравилось, было интересным, полезным. Желаю вам хороших покупок, которые будут вас радовать. Всем вам большой удачи. Пока-пока.